Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Это первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина, программа «Лучшее в стране». Я очень рада, что у нас сегодня в гостях, друзья, человек, который уже не первый раз, но человек, которому мы безумно рады, потому что он знает то, чего мы с вами, конечно, пока еще не знаем, а нам нужно только стремиться к этому. Собственно, вот просвещать и обучать. Мы так попросили нашего гостя, а именно в чем? В блокчейнах, криптовалютах и так далее и тому подобное. Друзья, член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку, секция блокчейна и криптовалюты. Член Президиума Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Евразийской организации экономического сотрудничества Игорь Матюхин. Игорь, добрый день. Здравствуйте, Саша. Приятно быть у вас снова. Мы тоже очень рады. Наша с вами встреча была в прошлом еще году. В этом году первая, поэтому еще раз вас хочу поздравить с Новым годом. С рождеством со всеми. Взаимно. Ну и, конечно, хочу узнать, наверное, в первую очередь, с каким настроением, собственно, вы встречаете Новый год. Вот не только вы лично, но и весь комитет Госдумы по финансовому рынку. Потому что мы подробненько еще поговорим об этом. Очень много новостей в СМИ стали появляться как раз и в конце года, и в начале уже январь нам преподнес массу сюрпризов. Ну, так пока в общих словах, может быть. Да, совершенно верно. Но я не знаю, как остальные члены экспертного совета встречали Новый год. Я думаю, что все встречали с оптимизмом, хотя там разные люди, конечно, присутствуют. Я встречал, в принципе, с хорошим настроем, с большими ожиданиями. В 2018 году нас ждет много интересного. Но единственное, что как раз когда у нас проходило одно из последних завершающих мероприятий предновогодних, как раз в этот момент биткоин со своего исторического максимума начал падать. И вот движение это притормозилось в районе 10 тысяч долларов. Да, как раз на сегодняшний день именно такой курс. Да, сейчас еще немножко он приопустился, поэтому люди, конечно же, переживают. Но люди, которые видели все, люди, которые понимают, что эта волатильность – это неотъемлемое свойство этого рынка криптовалютного, в принципе, относятся к этому достаточно ровно. То есть особо переживать не стоит. В этом году тренд все равно будет восходящим. И самое важное, что вот сейчас переломный такой момент, что происходит, это то, что во всех странах, и Россия не исключение, а скорее мы там близко к авангарду идем в этом вопросе, начинает легализовать криптовалюты, начинает принимать законодательные акты. Процесс-то уже начался, и вот буквально в январе месяце на нас посыпались законопроекты. И вот мы сейчас начинаем с ними работать. Именно наши законопроекты имеются в виду. Вот, Игорь, хочу вас попросить прокомментировать, нашла такую информацию о том, что Минфин России представил впервые свое официальное видение того, как надо регулировать рынок криптовалют. С покупкой и продажей цифровых активов возможно только через биржи и брокеров. Майнинг, приравнинг предпринимательской деятельности. Ну и, в общем, примерно так срок ставят конец 2019 года, когда все-таки закон урегулирует эту сферу. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы пораньше закон урегулировал эту сферу. Тем более, что Владимир Владимирович Путин настоятельно торопит в том, чтобы законодательство было принято, чтобы все вопросы были урегулированы, и цифровой экономике был дан зеленый свет. Вот, поэтому, вот, собственно, Минфин выпустил свой законопроект, одновременно с ним Центробанк выпустил свой законопроект. Еще там несколько документов было выпущено. Вот, и представители Минфина, и представители Центробанка, и представители других регуляторов у нас в экспертном совете представлены. Вот, но, скажем так, похвально, конечно, с какой скоростью выпускаются эти документы, а качество этих документов, оно, конечно, оставляет желать лучшего, и там очень много, большое количество пробелов, несостыковок. Регуляторам сказали регулировать, они хотят регулировать, но они не до конца понимают, как бы, масштаб бедствия и, как бы, там, особенности этого феномена. Поэтому, конечно, в том варианте, в котором сейчас этот законопроект представлен, местами его даже читать смешно, вот, а местами как-то, в общем-то... Страшно. Страшно. Да, страшно. Что касается предпринимательской деятельности майнеров, ну, как бы, желание простое, если это приносит деньги, давайте-ка обложим это налогом. Но я, по-моему, в прошлый раз уже говорил, что... Это не страшно, нам несколько раз нужно говорить, особенно область такая, все-таки, еще не совсем нами прощупанная. Конечно, вы можете обложить там налогом, но если у вас в других странах регулирование более лояльное, более дружественное, то крупные проекты, они просто не будут здесь развиваться, не будут приносить деньги в страну. Но по последним данным, это внушает оптимизм, значит, все-таки это налогообложение будет достаточно льготным, лояльным. Ну, посмотрим, насколько это соответствует действительности, это пока такой небольшой инсайт. Вот, мы-то сами планируем заниматься в промышленных масштабах майнинга, майнингом, там, в рамках нашего проекта, вот, я в прошлый раз рассказывал, сибирскую, Axelon и Glnest, вот. Вот, и для нас тоже очень животропеющая тема, мы всеми правдами и неправдами пытаемся до конкретных цифр докопаться. То есть, сколько это будет Папаша Дорсету стоить лишних долларов? Вот. Потом, что касается, значит, специализированных бирж и специализированных уполномоченных финансовых институтов, через которые будет происходить обмен, отрадно то, что обмен будет происходить, и людям дадут возможность к этому приобщиться. То есть, у среднего обывателя появится такая возможность. Но уж очень как-то специфически это все сформулировано, потому что, вы знаете, это примерно так же, как ваши деньги в банке, вы думаете, что это ваши деньги, но на самом деле это деньги в банке, и банк может в любой момент вам эти деньги заморозить, не отправить, там возникнут какие-то ошибки. То есть, это условно ваши деньги. Конечно. Вот. А ведь самая-то главная привлекательная особенность криптовалюты, это как раз беспосредничество. Совершенно верно. Так вот, значит, в пику регуляторам могу прокомментировать, что когда вы регулируете таким образом, что основная привлекательная сторона криптовалют для людей становится недоступна, остается только, собственно, спекулятивная игра. А люди-то хотят другого. Люди хотят сами быть хозяевами своих цифровых активов. Вот. И это, вот это вызывает большой вопрос, потому что люди хотят, если мы с вами можем поменяться один цифровой актив на другой цифровой актив с наших мобильных телефонов без всякого посредника, вопрос, зачем нам навязывают этого дорогого, неэффективного, медленного финансового посредника, зачем нам проходить для этого кучу всяческих аттестаций и так далее, и так далее, и так далее. Это вопрос. Это вопрос. Игорь, спасибо большое. Мы продолжим наше общение. Друзья, оставайтесь с нами. Небольшой перерывчик. Спасибо всем, кто нас смотрит и слушает. Невероятно полезный сегодня выпуск программы «Лучшее в стране». У нас сегодня в гостях Игорь Матюхин. Это член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Секция блокчейна и криптовалюты. И член Президиума Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Евразийской организации экономического сотрудничества. Про криптовалюту продолжается наш разговор пока. И вот, что я попросить, хочу вас прокомментировать, Игорь. Но, во-первых, стало на дне буквально известно о том, что Сбербанк планирует проводить уже торговые операции с криптовалютой, правда, через свою дочку в Швейцарии, поскольку в нашей стране пока нет такой возможности. И еще в середине января глава Сбербанка Герман Греф заявил, что криптовалюты нельзя запрещать, призвал не спешить с мерами регулирования и сказал о том, что необходимо вести разъяснительную работу, чтобы люди не воспринимали криптовалюты как средство накопления. Вот как. О как. Ну, по большей части Германовский, конечно, прав. А вот, что касается, не воспринимали криптовалюту как средство накопления. Именно так, по-моему, все и представляют себя. С этим я позволю себе не согласиться. Но не депозиты же в банке держать, которые вам приносят в обычной валюте какие-то смешные проценты, которые тают пожираемой инфляцией. Поэтому, конечно же, грамотное управление криптовалютным портфелем вам способно принести несоизмеримо больше доходность. Я даже эти, ну, огромнейшие цифры не буду называть, но это может быть в разы рост стоимости активов. Вот. Но, повторяю, при грамотном управлении. То есть в этом нужно понимать, в этом надо досконально разбираться, как в рыночной спекулятивной составляющей, так и в тех базовых технологиях, которые лежат в основе того или иного цифрового актива. А что касается, значит, решения Сбербанка о том, чтобы, значит, помогать осуществлять сделки для клиентов через швейцарскую дочку, Сбербанк правильно... Делает. Правильно делает. Он не исключение. Мы с коллегами тоже работаем в этом же самом направлении, именно в направлении Швейцарии, потому что в Швейцарии наиболее лояльное законодательство, которое позволяет, в общем, многие вопросы урегулировать, минимизировать налогообложение, эффективно работать на криптовалютных биржах и осуществлять сделки в обе стороны. Вот. Россия этим пока похвастаться не может, но поскольку вот законодательство в течение года, значит, будет устаканено и, значит, определенное разрешение для специализированных финансовых институтов, Сбербанк и, там, большая тройка наших банков тоже в их числе, эти разрешения будут получены, то, конечно, они хотят, значит, для своих клиентов эти услуги оказывать. И тут, значит, вопросов нет. Не они одни. Все, кто способен этим заниматься, хотят этим заниматься и будут этим заниматься, конечно же. Как на сегодняшний день в основном приобретают криптовалюту россияне? О. А через посредников за валюту, не за рубли, как это происходит? Это происходит по-разному. Понятно, что это пока вне законодательного регулирования, и поэтому нельзя сказать, что это незаконно, но это внезаконно. Вот. И, в общем-то, сложился такой, ну, можно назвать черным или серым рынком, и на этом очень большое количество людей сделало достаточно большие деньги. Вот. Но поскольку это вне правового поля, то, соответственно, и налоги там не платятся, хотя сделки там осуществляются на огромные суммы. Но, как правило, это все-таки сделки между частными лицами. То есть одни частные лица где-то намайнили или приобрели каким-то образом биткоинов, продают другим частным лицам за чемодан кэша с неизвестным источником происхождения. Вот. И это, конечно, у регуляторов вызывает вопросы, потому что, когда, если это так, то, значит, как это называется у нас в законодательстве, туда могут попасть деньги, значит, полученные преступным путем. Вот. И, конечно, государство повторяет это вот как мантру, значит, есть такие аббревиатуры KYC AML. То есть, зная своего клиента, и антимани-лаундеринг – это противодействие отмыванию вот этих самых незаконных, полученных незаконным способом денег. Вот. Поэтому пока это рынок хоть и большой, но непрозрачный, черный. Очень много на рынке жульничества всяческого, мошенничества. Я недавно был на таком закрытом мероприятии людей, которые этой деятельностью занимаются профессионально. Вот. И половину этого мероприятия мы говорили о том, значит, кто как кого обманул на сделках, какие способы бывают. Вот. И, в общем, это сплоши рядом происходит. Причем там уже такие очень приличные суммы. Очень приличные суммы. И иногда это заканчивается плачевно для одной из сторон. Вот. Другой способ получения криптовалюты – это, в общем-то, есть ряд бирж, которые осуществляют достаточно легальный обмен. Но там другая проблема. Там пока проблема состоит в том, что вам это стоит достаточно большое количество денег. То есть процент там может быть очень, ну, нелояльный, скажем так, недружественный. Ну, это самое посредничество все равно возникает некое. Да, да, да. Вот. Но там более понятно. Там все-таки это юридическое лицо, которое этой деятельностью занимается на виду. Это достаточно прозрачно. Можете претензии предъявить. Ну, просто это дорого стоит тогда. Да. В ситуации, когда у вас там криптовалюты растут в разы, там 5-10%, которые вы заплатите, ну, некоторых людей не останавливают. Вот такая новость мне еще попалась в интернете. Вот власти Южной Кореи раскрыли преступления с криптовалютами почти общую сумму в 600 миллионов долларов. И 6 южнокорейских банков ведут для криптовалют спецсчета, которые не поддерживают анонимные транзакции. Запрет уже вступил в силу 30 января. В общем, и вообще в январе правительство страны сообщило о подготовке законопроекта, запрещающего торговлю криптовалютами на специальных биржах. Это, наоборот, разрешающее, видимо, на специальных биржах, а на всех остальных запрещающих. Да, на всех остальных запрещающих. Это общий мировой тренд, как я уже сказал, все-таки государства хотят понимать, как ходят эти деньги в этом секторе, и пытаются это делать. Но справедливости ради стоит сказать, что эти усилия, они, ну, не то чтобы быть тщетны, конечно, в определенном объеме, если очень захотеть, то можно научиться что-то мониторить. Вот. Но это, а, очень будет накладно, и, б, технологии не стоят на месте. Да, конечно. Как только деньги попадают в криптовалютный контур, в общем, там сложно, если очень захотеть, то никто никого уже не сможет отследить. Очень-очень сложно это сделать. Значит, а что там было первое у нас? Игорь, мы сейчас должны прерваться ненадолго, да, и как раз вспомним с вами, о чем шла речь. Оставайтесь с нами, программа «Лучшая в стране», страна ФМ. «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается, друзья, Игорь Матюхин у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем разговор пока еще про криптовалюты. И сейчас мне хотелось бы, Игорь, у вас узнать о безопасности все-таки этой технологии. Я знаю точно, что разработчики самых первых эфиров, своих интервью, наверное, да, говорили о том, что это совершенно безопаснейшая история, что здесь ни один хакер не может подобраться к этой истории, потому что мы тщательно видим все наперед и разрабатываем наперед. Однако уже на сегодняшний день появляются сообщения в средствах массовой информации, в том числе о том, что там у кого-то что-то похитили, здесь украли, выносят даже компьютеры. Не знаю, насколько это правда, по-моему, даже у нас в России уже был случай, два компьютера вынесли из квартиры, где как раз хранились эти самые файлы. В общем, эта тема большая и сложная, значит, что касается взлома блокчейнов, то правильные блокчейны, то есть, ну, тот же биткоин, тот же эфириум, сам блокчейн, конечно, взломать невозможно, мы об этом в прошлый раз говорили, там, в силу его архитектуры. Вот, разговор идет о другом. Разговор идет либо о похищении паролей к кошелькам пользователей системы, либо о взломе тех узлов, которые слабо защищены. Эта история давняя, она началась вот примерно с того же момента, как, собственно, родился биткоин. Вот, и с завидной регулярностью, там, по несколько раз в год ту или иную биржу, как правило, централизованную, какие-нибудь умные ребята взламывают. Мы до конца не знаем, ну, действительно ли это был взлом, либо владельцы биржи, помните такой советский фильм «Все уже украдено до нас», значит, операции и другие приключения Шурика. То есть, еще бывает так, что владельцы биржи закрывают свои дырки, маскируя это взломом. Да, похищение в дырке. И тот и другой вариант имеет место быть, доказать что-то непросто. И это не слабость блокчейна, это как раз слабость старых централизованных систем, потому что большинство бирж, они централизованы. Это то самое слабое звено, куда хакеры, собственно говоря, и пытаются добраться. Но, к счастью для нас, в прошлом году уже начали появляться первые децентрализованные биржи. То есть, вы пользуетесь биржей, но при этом ваши деньги, вы биржи не передаете, вы не передаете финансовому посреднику, не отправляете своего счета. То есть, все расчеты биржевые, они происходят непосредственно с вашими кошельками. То есть, у вас есть одна криптовалюта, у меня другая. Мы с вами выходим на биржу, деньги бирже не передаем, просто она, значит, нашу сделку фиксирует, и кошельки меняются автоматически. Значит, с вашего кошелька на мой, с моего кошелька на ваш. Посредника там нету, взламывать нечего. Что касается криптовалютных кошельков, то это, конечно, требует определенной технической грамотности и дисциплины. Потому что, когда идет речь о больших деньгах, то общая рекомендация примерно такая же, как рекомендация тем людям, которые не хотят, чтобы их компьютер взломали. То есть, не делать простых паролей, не пускать чужих людей за свой компьютер. Ну, в общем, элементарная даже безопасность какая-то. Желательно, свой кошелек держать или свои кошельки держать на отдельном компьютере. Ну, и такого рода элементарные рекомендации – это минимум, который обеспечит вашу безопасность. Но практика показала, что даже самые компетентные люди не застрахованы от ошибок. Я не буду, как-то сказать, показывать пальцем, тем более, что это друзья мои. Но одна очень известная компания, значит, очень компетентная и уважаемая в этой сфере, значит, в одном из релизов своих кошельков допустила ошибку, которой воспользовались хакеры. И, в общем, очень большие средства были перемещены из кошельков. Значит, это было такое большое событие, все переживали, но есть хакеры как черные, которые, значит, незаконно у вас уводят средства, так и белые. Вот группа белых хакеров, как только узнала об этой уязвимости, она в директивном порядке, значит, использовала эту уязвимость, перевела все, значит, все деньги с кошельков с этой уязвимостью на свои счета до выяснения обстоятельств. То есть огромные деньги переместились, вот, все напряглись, но потом все деньги раздали людям. Ой, как хорошо, да. Да, как хорошо, что и такие люди есть, да. В общем, да, здесь, я думаю, что все ясно. Вот еще такой момент один. Например, уже представители социальной сети Facebook запретили размещать на своей платформе рекламу криптовалют, бинарных опционов и первичного размещения монет, ICO. Соответствующие правила предусматривает новая рекламная политика Facebook. Игорь, вот как вы это можете прокомментировать? Ну, это такой, знаете, такой вариант решения проблемы, значит, у нас болит голова, давайте отрубим голову и боль уйдет. Вот, это очень радикальное решение Facebook, я не знаю, почему оно такое радикальное, но это попытка решить проблему мошенничества, значит, на рынке ICO. Одно то, что они приравняли криптовалюты, ICO к бинарным опционам, которые действительно являются, значит, такой традиционной формой мошенничества, показывает то, что, видимо, мошенничество в сфере криптовалют, оно приобрело определенные масштабы. Это действительно так. Мы тут плавно можем перейти к теме ICO, значит, я вкратце расскажу, что это такое. Что это такое, очень любопытно. Дело в том, что блокчейн дал возможность делать многие интересные вещи, в частности, он дал возможность, которой никогда не было вообще на свете, он дал возможность людям с какой-то идеей, под голую идею, описанную на бумаге, собирать огромнейшие средства. Значит, бумага носит название, ну, собственно, так называется, white paper, белая бумага, то есть это буквально лист бумаги или документ из нескольких страниц, на котором написано, в чем состоит идея, значит, кто ее будет реализовывать, какими средствами, какие компетенции, значит, там может быть какая-то оценка рынка, но это просто в чистом виде продажа вашей красивой идеи за огромные суммы. Собственно, так собирали деньги и Ethereum, и многие другие серьезные проекты, и это как раз хорошо. То есть талантливый человек имеет возможность сразу, на старте, не имея ничего, никакого ни трекшена, ни банковского счета, ни фирмы, ничего. Ни копейки в кармане. Да, ни копейки в кармане, просто имея голову и правильное видение, и хороший язык, чтобы предложить это людям, может просто через механизм ICO, Initial Coin Offering, привлечь себе несколько миллионов, иногда десятков, а иногда даже сотен миллионов долларов и реализовывать свой проект. Вот. И в начале это были действительно качественные технологические проекты, связанные с блокчейном. Ну, то есть традиционно блокчейн обеспечивал возможность собирать по принципу краудфандинга под такие проекты деньги. То есть вы выпускаете свой токен, объясняете, как он будет работать, объясняете людям, за счет чего он будет расти в цене, почему он будет востребован, и раздаете его людям в обмен на те токены или те криптовалюты, которые уже имеют ценность. А здесь речь именно о криптовалютах. Ну, тут сложно. Взносы эти, инвестиции. Тут сложно разделить. Дело в том, что криптовалюта – это частный функционал токена. Токен может не быть криптовалютой, а может быть такой токен, который, в общем-то, обеспечивает какой-то набор функций достаточно уникальных, например, Ethereum. Это гораздо больше, чем криптовалюта. Но, тем не менее, это криптовалюта, потому что люди ее так рассматривают, так и пользуются. И поскольку механизм в течение 2017 года просто продемонстрировал потрясающую эффективность, то, естественно, это привлекло внимание двух категорий людей. Первая – это те люди, которые увидели, что можно заработать какие-то огромные десятки тысяч процентов, вложившись в ICO, потому что первое ICO столько и приносили. А вторая категория людей – это те люди, которые поняли, ага, можно написать бумагу, рассказать красиво, упаковать это в бантик, и вам понесут миллионы. И поэтому, начиная с начала прошлого года до лета прошлого года, был огромный пик роста ICO, большое количество новых проектов выходило. Среди них становилось все больше и больше некачественных, откровенно мошеннических, слабых проектов. И поэтому с лета начался такой же грандиозный спад, потому что наступило охлаждение. Инвесторы поняли, что это не только большие прибыли, но и огромный риск. Непрофессиональные люди потеряли много денег. Профессиональные люди поняли, что нужно детально разбираться в нюансах, во что же мы вкладываемся, по принципу Уоррена Баффета, который не вкладывается в то, чего не понимает. И сейчас мы в такое взбалансированное состояние попали. Процесс продолжается, ICO привлекает средства, но люди стали трезво относиться. Но срок жизни тоже пока неизвестен, да, у этой истории? Он может продолжаться долго, может наступить в момент, когда, собственно, исчезнет. Что именно? А ICO, вся эта система? Нет, я думаю, что ICO как способ финансирования, он революционен. Скорее всего, он будет развиваться. Просто очень много в части законодательства в этом году будет относиться не столько к криптовалютам, сколько к регулированию ICO. То есть это эффективный механизм привлечения средств в стартапы, в новые проекты. И по этому механизму сейчас идут не только какие-то там люди с идеями, но в эту игру начали играть очень крупные игроки. Ну, например, собственно, всем известный Павел Дуров, создатель сети ВКонтакте и Телеграм, сейчас запускает новый большой проект. И, в общем-то, его профинансировали с избытком. То есть они просили что-то порядка 850 миллионов долларов, но им уже как бы институциональные инвесторы и частные крупные инвесторы предложили что-то... Ну, здесь еще и имя уже Павел Дурова, конечно, имела свой вес. Да, безусловно, в этой игре всегда играет имя. Вот. То есть у нас, получается, большая стратификация на рынке. С одной стороны, туда входят очень крупные мегаигроки корпоративные. И я думаю, что в 2018 году нас ждет бум корпоративных криптовалют. То есть крупные корпорации начнут выпускать свои деньги. Страна FM тоже задумается об этом, друзья. Да, конечно. Конечно. Как раз вот сейчас посмотрим, послушаем клип, а мы как раз с Игорем попробуем обсудить этот момент. Друзья, у нас сегодня Игорь Матюхин в гостях. Член экспертного совета по законодательному обеспечению развития финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку. Член Президиума Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Евразийской организации экономического сотрудничества. Про ICO поговорили. Теперь, кстати, что касается бинарных опционов. Вот прозвучало у нас сейчас такое выражение. Ну, это к блокчейну отношения не имеет. Это такая азартная игра, продаваемая как способ заработать много денег. На самом деле, большинство людей, которые начинают в это играть, они проигрывают свои деньги в этой игре. Давайте тогда вот о чем поговорим. Абсолютно понятна, наверное, история, когда речь идет о крупных финансовых инвестициях или транзакциях. И криптовалюта — это история без посредников, без, значит, процентов, да, и дополнительных там вот этих вот процентов, откатов, как угодно. Вот, знаете, я прекрасно понимаю. Транзакционные издержки, это по-умному называется. Спасибо большое. Хорошо. А что касается, ну, среднестатистического человека, скажем так, у которого есть заработная плата, вот он ходит на работу, есть определенная сумма в месяц. Вот насколько этим людям и нам, собственно, есть необходимость в этой самой криптовалюте? И вообще, а задумывание о том, чтобы у тебя появился этот электронный кошелек? Я думаю, я всем советую, значит, пытаться понять, как это работает, завести себе эти самые криптовалютные кошельки и осваивать. Вне зависимости от того, какая у вас там есть свободная сумма, пусть это будет там тысяча рублей, сто рублей, нужно уметь этим пользоваться. Потому что неизбежно это будет входить в нашу жизнь, будет входить очень быстро, несмотря на усилия, значит, наших замечательных законодателей, регуляторов по тому, чтобы оградить широкие народные массы от этой высоко рискованной деятельности. Вот, но рисков там не так много, как нам хотят рассказать, а вот, условно, как инвестиционный инструмент, там возможности гораздо выше, чем там акции какого-нибудь Газпрома. То есть понятно, что есть большие компании, надежные, но вот другой вопрос, сколько на этом рядовой человек может заработать? Ну, хорошо, мы прислушались к вам и завелить электронные кошельки. Теперь тогда следующий вопрос. С какой криптовалюты начать? Ну, предположим, 10 тысяч долларов пока нет. Нужно поднакопить, чтобы купить один биткоин. Объясняю. Можно начать из биткоина, потому что ведь биткоин устроен так, что вы можете покупать не только целые биткоины, но и их десятые, сотые, тысячные и даже миллионные части. Дверь прелести. Вот, поэтому ничего страшного в этом нет, там, значит, там на какое-то количество небольшое денег вы купите ноль, запятая, много-много-много нулей. Биткоин. Один, да, минимальная часть биткоина называется Сатоши, сейчас, ну, просто не скажу, это какая-то многомиллионная его часть. Вот, и она, то есть ее можно купить за совершенно небольшие деньги. Можно даже даром получить, там, в интернете есть такие. Попросите? Значит, можно попросить, я думаю, что добрые люди могут вам один Сатоши передать. Сколько будет стоить Сатоши, там, через 10 лет, вполне возможно, что им можно будет расплатиться, там, и это обеспечит вам год жизни, но об этом никто не думает. Неизвестно, как долго проживет биткоин, может быть, вечно, может быть, нет, потому что где-то даже есть такие цифры, 2142 год исчезновения биткоина. Ну, серьезно, не воспринимаете, есть в интернете, если хотите, найдете. Ну, наверное, про другое речь, где-то в этом диапазоне должен быть на майнинг последний биткоин в сети. Ах, вот как! Да, но сеть живет не только за счет майнинга, ведь это финансовая система, то есть она зарабатывает не только за счет того, что вы имитируете деньги, майнеры зарабатывают, которые поддерживают сеть, но еще и за счет того, что им немножко платят пользователи, которые осуществляют транзакции. Вы пересылаете мне денежку, и какая-то маленькая часть этой транзакции идет в оплату кому-то из майнеров. Вот поэтому даже когда эмиссия биткоинов прекратится, система технически, она не умрет. Она будет зарабатывать просто за счет того, что вы будете платить ей за транзакции примерно так же, как вы платите банкам за транзакции, за финансовые. Но с биткоином такая история. Я уже в прошлый раз говорил, что это первый блин, это первая ласточка, а первый блин, как известно, комом. И поэтому биткоин, он не самая эффективная на сегодняшний день криптовалюта. Так вот какая еще должна быть в нашем кошельке, помимо 0,001 биткоина? А, вы знаете, ну, это как... Реклама? Инвесторы... Нет, нет, не реклама, ни в коем случае. Инвесторы всегда говорят, что нужно не класть яйца в одну корзину, нужно диверсифицироваться. И это правильно. То есть нужно смотреть, ради чего создается та или иная криптовалюта, какой у нее потенциал, какой в ней функционал заложен, насколько он успешно реализован. И в зависимости от этого распределять как-то себе портфель из 10, из 20, кто сколько сможет на самом деле. Сколько сможете проанализировать и выбрать сильных криптовалют, столько в портфель можно положить. Ну, вы можете какие-то мне назвать? Можно и положить. Этериум интересная валюта, битшерс интересный, интересный криптовалют. Есть такой, значит, такая, ну, криптовалюта, не криптовалюта. В общем, криптоактив с российскими корнями называется Waves и платформа, соответствующая Waves платформ. Есть интересное решение, значит, от одного из, там, ведущих разработчиков криптовалютных решений, Дэна Ларимера, называется платформа EOS, очень-очень перспективная. Игорь, я думаю, достаточно пока. Их много. Спасибо, нам это нужно успеть записать еще и переварить. Но, да, хочу небольшое дополнение к этому сказать. Некоторые люди, эксперты, говорят о том, что, скорее всего, лет через 5-10, значит, из нынешних лидеров может никого не остаться. А на смену им придут еще более функциональные, еще более надежные, еще более полезные криптовалюты. И вполне возможно, что, значит, ситуация поменяется. Поэтому за этим надо следить, это нужно постоянно мониторить. Игорь, вы поэтому за этим к нам будете приходить и рассказывать, что там, как происходит. Прервемся ненадолго. Да, друзья, тема очень серьезная была сегодня в нашей программе затронута. И абсолютно очевидно, что криптовалюта, блокчейн, это те самые слова, которые уже не только нужно просто узнавать, реагировать, и не просто понимают, что они означают, а, наверное, действительно уже пора глубоко это изучать. Вот Игорь Матюхин, наш специалист, гость программы, конечно, уже неустанно, второй раз приходя к нам, говорит, учитесь, учитесь, учитесь. Другой вопрос, Игорь. Огромное количество, даже если, что называется, мы сейчас зайдем в интернет, в поисковике наберем, криптовалюта, майнинг и так далее, выспится такое количество советов, советчиков, комментаторов, каких-то прогнозов и так далее и тому подобное. И как разобраться в этом огромном количестве информации, где достоверно, кому верить? Ну да, действительно, тема горячая, и, значит, огромное количество людей стремится как-то, значит, поднять свой авторитет и заработать на этом. Есть несколько интернет-ресурсов, которые давно появились, русскоязычные и англоязычные, как бы они специализированные, и, в общем-то, они дают какую-то информацию. Вот все, что появилось в течение прошлого года, наверное, это, ну, такие, как бы, это стремление людей заработать быстрый авторитет и потом его как-то конвертировать в деньги. Вот, значит, мы со своей стороны, с коллегами решили, что нужно создать свой какой-то медийный канал, медийный инструмент, который будет давать независимый поток информации без оценки, без, значит, продажи, чего бы то ни было. Просто объективный новостной фон с обязательным указанием первоисточников. Мы такой продукт построили, значит, называется он блокчейн-да или блокчейн-да, блокчейн-цифровые активы, находится по адресу блокчейн-дефис-да.ком или точка ру, без разницы. Это сайт, и вокруг него обвязка из социальных сетей, где ежедневно, значит, в формате такой сводки, рассылки новостей идет, значит, рассказ о том, что происходит в сфере регулирования, в сфере новых технологий, кто что сделал, какая компания какую криптовалюту там создала или заявила, значит, какой законопроект в какой стране или какое решение было принято. Это такой непрерывный поток объективных новостей с первоисточниками. А дальше уже дело людей, значит, начать за этим следить, начать рыть в глубину. И через какое-то время, значит, человек, который задастся этой целью, он будет понимать, что в этой сфере происходит, понимать, где посмотреть, к кому обратиться. В общем, и станет специалистом. Ну, год примерно, полгода даже, если очень захотеть, уйдет на то, чтобы погрузиться в тему глубоко. А что касается все-таки появления криптовалют у наших сограждан, как, вот ваш личный прогноз, как кажется, примерно... Криптовалюты у наших сограждан есть, не у всех. Ну, если, скажем так, да, у большинства все-таки, по стране, сколько ли, достаточно, чтобы мы свободно могли как-то друг к другу уже рассчитывать? Как вы говорите, если мы с вами и так далее? Большинство, значит, наше руководство даст команду создать крипторубль, и он у всех поймет. Ну, я шучу, конечно. Проникает все очень быстро. Даже опыт прошлого года показал, что, в общем-то, проникновение этих слов в СМИ, оно было огромным. Последний вопрос показывает, извините, пожалуйста, в ЦИО он опубликовал, что уже 70%. Так или иначе, хотя бы, слышали, кто-то знает чуть больше о криптовалюте, о биткоине, например. Это хорошая цифра. Да, это хорошая цифра. Правда, про блокчейн уже, что это такое, знает гораздо меньше. Гораздо меньше. Согласна. Если бы была обратная пропорция, это было бы намного лучше. Но, тем не менее, это хорошо. Я думаю, что в 2018 году эта тенденция продолжится в удвоенном объеме, просто потому, что это будет не что-то отвлеченное, а очень много вещей будет делаться ближе к рядовому человеку. И хочешь, не хочешь, а это будет касаться, ну, не каждого, конечно, но значительной части людей. Игорь, спасибо вам большое. Это все невероятно интересно, хоть и сложно, но я знаю, что мы справимся. Зрители и слушатели страны. Справимся, справимся. Точно, и, конечно, не без вашей помощи. Я всегда очень рада, друзья, я благодарю. У нас в гостях был сегодня член экспертного совета по законодательному обеспечению и развитию финансовых технологий в России при Комитете Госдумы по финансовому рынку, секция блокчейна и криптовалюты Игорь Матюхин. Спасибо большое еще раз и до новых встреч. Лучшее в стране на телерадиоканале Страна ФМ.